Благодаря Александру Бардину и его группе Садко о селе Чукалы узнали далеко за пределами Мордовии. В этом году, 30 июня, парень из Краснослободского района села Чукалы отметил свой 41-й день рождения. Его мать простая воспитательница в детском саду, папа-алектрик. «Я был ещё малышом, когда брал в руки что-то вроде бутылки и пел, представляя, что это у меня микрофон, а сценой был гараж, делился певец. Где-то чуть больше, чем за год до поступления в музыкальное училище, я нашёл баян в глубоком шкафу сельского ДК и, практически сам, научился играть. Помогли мне два человека. Это преподаватель урока музыки Шляпникова Татьяна Александровна и мой друг детства Чапайкин Коля, который в то время учился в музыкальной школе. А мне в музыкальную школу идти было уже ну совсем поздно, мне было уже 12, поэтому пришлось атаковать сразу училище», – вспоминал Александр Бардин. Не имея за плечами специального образования, юноша едва уговорил директора учебного заведения допустить его к сдаче вступительных испытаний. К счастью, ему удалось впечатлить приёмную комиссию задорными частушками. Александр вспоминал, «Больших трудов стоило уговорить директора допустить меня к экзаменам», тот сдался, но сказал, «Просто за красивые глазки не возьмём». Спел я им на вступительном частушке. В итоге за красивые глазки и взяли. В училище Бардин занимался старательно, но без энтузиазма, так как ему не нравилась учебная программа. Играл на баяне он неплохо, но только то, что хотел сам, а не так, как просили педагоги. Поэтому после окончания учебного заведения, он решил окончательно завязать с баяном, как позже оказалось, не навсегда. И за высшим образованием отправился на дирижёрско-хоровое отделение Российской академии музыки имени Гнесиных. Поступить в престижный музыкальный институт байнисту помогли смекалка и нахочевость. На вступительных экзаменах Александр решил исполнить песню на национальном языке. Единственная загвоздка заключалась в том, что он вырос в русском селе, поэтому не владел мордовским в достаточной степени. Впрочем, терять было нечего, и Бардин на ходу сочинил текст и мелодию, воспользовавшись тем, что члены приёмной комиссии не знали языка. Я сел на подоконник и стал, как пазлы, выкладывать в рифму набор мордовских слов. Мелодию придумывал уже перед комиссией. О чем была песня, не знал даже я. Зато во время исполнения я представлял мордовские леса, поля и луга. И как там здорово, и как я счастлив, что когда-то бегал по этим полям. А теперь стою практически в центре Москвы и пою. Увидев завороженные глаза членов комиссии, я спел ещё один куплет. Нагло пользуясь тем, что они не знают языка, спел те же слова. Но уже с притопами да с прихлопами, вспоминал музыкант. Будучи студентом, Бардин выступал с группой «Столица». Во время учёбы произошло знакомство с Александром Левицким, Владимиром Макаровым, вместе с которыми артист и создал свою группу. Правда, первое время артисты вместе выступали в нескольких фольклорных группах, работали в ансамбле Кадышевой. История группы «Сатко» стартовала в 2010-м, когда Бардин, Макаров и Лихацкий созрели для создания собственного материала. Через год увидел свет дебютный альбом в дискографии, получивший название «Не печалься, всё пройдёт». Пластинка положила начало целой серии релизов, выходивших практически ежегодно. Особым успехом в репертуаре группы, включающем не только современные аранжировки народных песен, но и авторские произведения, пользовались композицией «Мы не птицы, еду в Мордовию, не отпущу тебя, отцовская любовь». Удачной оказалась и версия хита Юрия Висбора «Ты у меня одна в исполнении Лихацкого». Объясняя выбор названия коллектива, Бардин рассказал, что таким способом участники отдали дань уважения былинному герою Садко, а также музыкальный эльмаматор, который находится внутри Садового кольца. Нас с Садко, в принципе, ничего не связывает, мы не бородатые и на гуслях не играем. Но связывает то, что Садко был рождён для того, чтобы потешить слушателей, чтобы радовать людей, чем мы и занимаемся в нашей группе. В 2023 году Бардин выступал как один, так и в составе группы Садко. В начале лета он отправился с коллегами в гастрольный тур по российским городам, а также представил сольную программу «Кучерявый вечер», в которую вошли редко исполняемые или ранее вовсе не звучавшие песни. С женой Натальей он познакомился ещё в студенческие годы. Уроженка Краснодара тоже училась в РАМ имени Гнесиных и одновременно трудилась в театре Надежды Бабкиной. Туда же пришёл работать и Александр, но отношения между ними завязались не сразу. По словам музыканта, это не была любовь с первого взгляда, но зато в одну секунду. Однажды он наблюдал, как Наталья что-то объясняла детям, и понял, что видит будущую супругу. В какой-то момент мужчина даже понял, что Наталья в его глазах представляет собой идеал. Артист красиво ухаживал за девушкой, дарил ей цветы и подарки. Девушка не сразу влюбилась в музыканта, но позднее её сердце растаяло. В 2004 году влюблённые обменялись кольцами в кругу московских друзей, затем обвенчались в Саранске и сыграли свадьбу в Краснодаре, на родине невесты. Их свадебное празднование длилось несколько дней. Приглашёнными гостями стали только близкие друзья и родственники. За долгие годы брака супруги ни разу серьёзно не ссорились. Сейчас они воспитывают четверых детей – двух мальчиков, Григория и Георгия, и двух девочек, Марию и Дарью. Дочь Дарья увлекается пением и разделяет интересы отца. Она посещает танцевальную школу и играет на фортепиано. Старший сын Гриша больше похож на маму. Он также катается на лыжах и принимает участие в крупных соревнованиях. Младшего сына пары зовут Гошей. Он растёт активным ребёнком и любит проводить время на свежем воздухе. Мальчик пока не определился, кем хочет стать в будущем. Самой младшей в семье является дочка Маша, которая родилась в 2018 году. Мама и папа стараются чаще находиться дома и проводить время с детьми. Они считают, что их главная обязанность – дать им лучшее воспитание и образование. Вместе с семьёй, заслуженный артист Республики Мордовия, участвовал в шоу «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым, где рассказывал, что растит наследников согласно традициям и мечтает жить с ними за городом. Секрет крепкого брака, по мнению Бардина, заключается в любви и понимании. Жена его лучший друг и самый близкий человек. Хотя Александр не делает тайны из личной жизни, семью от излишнего внимания он всё же оберегает. Осенью 2020 года они решили устроить гастрольный тур по Белоруссии, где представили слушателям свои лучшие композиции. Всё свободное время мужчина проводит с семьёй. Они часто выбираются на природу и наслаждаются обществом друг друга. Интересные факты. Жена музыканта увлекается активными видами спорта. Она любит кататься на лыжах и свободное время проводит с лошадьми. Медовый месяц Наталья и Александр провели в Анапе. Артист называет себя Кучерявым Мордвином. В 2024 году Бардин вновь оказался в эфире шоу «Привет, Андрей». Выпуск был посвящен песням о доме, о месте силы, где и стены помогают. Группа Садко исполнила песню «Я нарисую дом», собрав аплодисменты зала. Александр рассказал о своём детстве, о том, что ему приходилось переезжать с родителями не один раз. Ещё одной сценой, где он начал проявлять вокальные таланты, он назвал «Красные Жигули отца». Коллектив продолжает радовать публику живыми выступлениями. К слову, в 2024 году группе исполнилось 14 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова